здравствуйте дорогие мои друзья в общем-то ежедневно ежедневно буквально ни одного дня не проходит когда даже вот в общей сводке новостей происходит избиение и убийство людей и происходят они как бы вот нехорошо происходит на такой основе когда мигранты то есть как бы гастарбайтеры работники люди приехавшие из-за рубежа заработать сюда деньги избивают местное население как бы обычно бывает по-другому что местное население там щемит издевается над над этим а тут происходит вот так такие такие картины и ежедневно друзья мои я вот не хочется об этом говорить потому что как бы ну вот вроде неудобный какую-то рознь там люди я понимаю что это тоже тоже люди и большинство из них люди хорошие на самом деле большинство из них люди хорошие это отцы которые там деньги посылают мамам своим сестрам женам детям ну большинство из них хорошие но все равно среди них как как и среди наверное любого населения есть мерзавцы но вот почему-то выходит так что вот эти карты картины и мы перекладываем конечно на всех этих людей вчера в обнинске убили молодого отца то есть дядька поспорил с каким-то вот вот этим мигрантом в кафе вышли на улицу как бы выйдем один на один но один на один вышла там так сказать один на пятерых то есть сразу подошли опять же такими такие же мигранты и этого от пинали крепенько дядьку он приехал домой ну и от побоев виден кровоизлияния скорее всего селезенку или печень но как бы поранили и человек от кровотечения бывает сначала уходит потом умирает умер и а вот этот человек который его избил в этот же день выехал в таджикистан то есть он виден видне поняли что и что избили тут же выехал видимо билетик на самолет и и текать пока что-то не произошло позавчера там какого-то старика тоже избивали мигранты тоже где-то здесь недалеко под москвой потом еще то есть вот каждый каждый раз каждый день вот эти случаи избиение носили грабежи это ничего удивительного нету друзья мои абсолютно ничего удивительного нету я наблюдаю вот группы этих молодых людей которые находятся в напряжении то есть они всегда смотрят и смотрят на тебя как на добычу проезжаешь ты проходишь на тебя смотрят как на добычу тебя оценивают если чувствует что как бы добыча не по зубам ну ты просто идешь но чувствуешь на себе вот эти тяжелые взгляды если ты им по зубам если это там примеру там человек может быть женщина ребенок старик на стариков запросто нападают то есть найти в этих хищников получается все равно запросто нападают значит происходит вот это нападение грабеж издевательства полиция где она полиция где замена этот колокольцев замечательный где бастрыкин где они что-то не видать их не видать они все заняты погонами и деньгами а вот защиты нет плохо друзья мои плохо и что же делать-то а наш путяха еще завозит вот каждый день еще завозит этот какой-нибудь хуснулин да еще ему надо давай еще сюда в завезем то есть каждый раз говорят мы амнистировали тех которые нарушали уже порядок ну пусть они нам ну там понятных может быть за паспортный режим но нарушители амнистировали чтобы они могли вернуться сюда представляете вы вот это представляете и при этом же полиция бессильна то есть власти не могут вот грамотно нанести навести порядок чтобы действительно люди приезжали по визам может быть приезжали чтобы каждый бы вот они то что вот они убили человека и он уехал да и все а потом приедет сюда там через год все его уже кто его ищет а никто не знает то есть при приехать приезжают как бы добывать и в добычу входит уже не только деньги но и понимаете даже уже жизни человеческих потому что кто-то действительно трудом своим зарабатывать тяжелым трудом кто-то приезжает как бы как хищник на вот хапнуть своровать убежать вот тут какие-то из молдавии цыгане помнится тут в ленинградской области ну месяц назад что ли старушку кинули мошенники взяли деньги за ремонт там 500 тысяч и свалили потом вернулись чтобы еще какую-то старушку ограбить тут их взяли да там был была картина один там такой золотыми зубами рыдал взяли их они обещали деньги отдать милиция их не посадила полиция да и они свалили опять то есть старушки опять вот а полиция нет чем мошенника взяли да что они взяли эту нет то есть бессилие полиции глупость вот этих власть имущих потому что за деньгами они не видят что эти люди они этих то скинут этому хуснулину тоже как говорится в какой-то момент в его охранением и коттеджный поселок заедет такая банда и будет ему там говорить где деньги где деньги зин он надеется что он под защитой на живет под охраной ну на эти существуют банды которые грабят коттеджи залезают связывают и и и